Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. На часах у нас 11.07. И первая наша тема. Мы говорим о том, что Игорю Насонову дали 4,5 года. Обсуждаем сегодня эту тему. В гостях у нас Николай Кощеев, президент Кировской региональной общественной организации полицейской ассоциации, член общественной палаты Кировской области. Николай, здравствуйте. Добрый день. Я думаю, про ситуацию не стоит и напоминать. Все об этом прекрасно помнят. Игорь Насонов, человек, который сбил детей напротив Макдональдса, и один ребенок погиб. Что можете сказать? Согласны вы с приговором или нет? Конечно, сложно комментировать, Светлана. Решение судей, как тут соразмерить... 4 года 8 месяцев. Как соразмерить это можно? Возможно, смерть человека и наказание, которое получат человек, зная, что пить за рулем нельзя, зная, что он обязан соблюдать правила дорожного движения. В правилах все сказано, как, что делать. То есть человек идет, я считаю, сознательно на нарушение. И вот давно эти разговоры идут, чтобы все-таки... Если человек пьяный за рулем совершает такое серьезное преступление, я считаю, это преступление, наезд на человека, на пешехода, то приравнивать это к умышленному убийству... То есть я вот поддерживаю полностью такое мнение и считаю, что если человек сел за руль, осознавая, что он выпил, и такую ответственность себя берет, едет пьяный за рулем, совершает такое преступление, то он должен нести ответственность, конечно, соразмеримую с умышленным убийством. То есть вы за максимальное? Я за максимальное наказание для людей, которые садятся за руль в нетрезвом виде и совершают тем более какую-то... А сколько понимаю, могли дать максимальный срок, это 7 лет, да? 4 года 8 месяцев в колонии поселения. Ну, это... Ну, я считаю, что это мягкий приговор. Конечно, любое лишение свободы, любое ограничение человека в передвижении, это очень серьезно, но в данном случае мы потеряли еще одну жизнь человеческую, правильно? Вчера вы смотрели приговор, вот женщине вынесли в Московской области, которая сбила, по-моему, 5 человек она сбила на машине. Ей 8 лет судья озвучил приговор, несмотря на то, что у нее двое детей, не сверли от них на иждивении. То есть, вот видите, вот по-разному в таких случаях подходят судья к решению вопроса о наказании. Слушатели, наш номер 708-502, пожалуйста, подключайтесь к нашей беседе. Ваша точка зрения удовлетворены ли вы данным приговором, я не знаю, наверное, грубо так сказать, потому что если поставить как-то себя на это место, причастности к случившемуся на место родственников, может быть, справедливо ли решение суда 708-502? Ну да, мы говорим исключительно о справедливости, потому что законность подтвердили судьи. Наше дело, единственный вариант, это обсудить справедливость этого приговора. Но также есть у нас телефонное голосование. Давай его озвучим. Да, у нас телефонное голосование. Сделал звонок на один из номеров. Вы можете отдать свой голос за выбранный вариант ответа. Это абсолютно бесплатно. Итак, вопрос. Приговор Игорю Насонову. И два варианта ответа. Данный приговор отучит водителей садиться пьяными за руль. Если вы так считаете, то, пожалуйста, звоните на номер 42-23-01. 42-23-01. Либо, если же вы считаете, что никак не повлияет на статистику пьяных ДТП, 42-23-02. 42-23-02. Это телефонное голосование. Абсолютно бесплатно. В течение ближайшего часа. Пожалуйста, звоните, голосуйте. И посмотрим в конце программы результаты. Также не забывайте еще, у нас есть номер для ваших СМС-сообщений. 8-909-720-101-0. Обязательно подписывайтесь, слушайте, будьте поактивнее. Все-таки актуальная тема. Про голосование давай еще можно приточним, что все-таки мы говорим не только о мере пресечения. Ну, то есть, по большому счету, мы не только говорим о приговоре Игоря Насонову, а о том, какой резонанс вызвал это ДТП. То есть, при голосовании тоже это учитывайте. Вот у нас есть два варианта ответа. Отучит водитель садиться пьяными за руль и никак не повлияет на статистику пьяных ДТП. То есть, один из этих вариантов ответов, это не только срок, который получил Игорь Насонов, нужно учитывать, к примеру, при ответе на подобный вопрос. Но то, что это ДТП вызвало серьезные резонансы, об этом очень много говорили. И так или иначе, даже если этот приговор не справедлив по чьему-то мнению, или, быть может, он заслужил какого-то более серьезного наказания, то я считаю, что у Насонова теперь судьба уже предрешена. Так или иначе. Ну, как ты считаешь, Света? Ну, это безусловно так, да. Но мне хочется услышать и мнение слушателей очень даже по этому поводу. И в свете всех последних событий, и авария, которая произошла у кинотеатра «Октябрь», и вчера тоже по телевидению, это много говорилось, да. И мы не единожды за последнее время обсуждали тему пьяных водителей за рулем. И вот один тоже из случаев, достаточно громкий, и вот такой вот срок. Как вы считаете, все-таки граждане и кировчане как-то перестают верить властям, когда вот такое происходит, и все-таки такой срок дается? — Света, ну, еще раз повторю, что сложно, конечно, комментировать здесь решение судей. Можем высказать свое мнение как человека, как, значит, водителя. — Ну, а что нам еще остается? Только это остается. — Да-да-да. Ну, я уже сказал, что, на мой взгляд, ну, вот как я считаю лично, то все-таки человек, повторю еще раз, человек, который садится пьяный за роль, он должен нести самую максимальную ответственность. Ну, вплоть до приравнивания, если он совершает наезд со смертельным исходом, то вплоть до приравнивания к умышленному убийству. — Ну, при том, что сам Насонов, да, он так и не признал, что он все-таки сел пьяным за роль. — Ну, там же есть результаты экспертизы, насколько я знаю все, Игорь, то есть это показано объективно. — Поэтому вот это вот мое мнение. А то, что вот вопрос задают, прекратится ли пьянство, у нас каждые выходные примерно человек 50, насколько я знаю, задерживаются только официально пьяных водителей. — Это те, кого успевают задержать. — Да, Игорь, это те, кто не прошел мимо сотрудников ГИБДД, которых не так много, к сожалению, на улицах сейчас осталось в связи с реорганизацией. — Это те, которых в 2-3 часа вот это все длится оформление, сумели оформить, правильно все сделать, кто не отказался там поехать сотрудниками ГИБДД и так далее. Так вот их вот до 50 человек, насколько я знаю статистику. Но это очень много. Это очень много. Это, считайте, один из скольки задерживаться из тех, кто мимо проехал или кто воспользовался транспортным средством в состоянии опьянения. Но это же мы берем, в основном, конечно, город Киров, областной центр. Сколько людей в районных центрах, где, конечно, сотрудников ГИБДД очень сложно расставить на каких-то таких маршрутах. Мы только можем предположить. Представляете, сколько их ездит. Количество, количество, как почитать сложно. Мы сейчас не можем сказать, уменьшится оно после каких-то таких мер действенных или нет, потому что это время покажет. Но мое мнение все-таки, усиление ответственности для нарушителей правил дорожного движения, оно должно сыграть свою положительную роль. Все-таки как-то сбить вот этот накал. Хотя, с другой стороны, понимаете, это очень многое зависит от воспитания. У нас вот эти примеры все с этими людьми, которые нарушителем. Правильно вчера было и по телевизору сказано. То есть у нас нарушитель правил дорожного движения, так, скажем, просто имея в виду и нарушителя административного, и нарушителя, который уже тут совершил такое тягчайшее преступление, наезд со смертельным исходом. Эти все нарушители, они не имеют никакого, как говорится, профессионального или национального признаков. Это нарушитель, который так воспитан. То есть любой человек любой национальности, любой принадлежитель профессии или какой-то организации может соблюдать правила дорожного движения или не соблюдать. Все зависит от его воспитания. Ну вот последний пример. Тут, конечно, уже много муссируется везде. Вот вчера по телевидению показывали, по Первому каналу. Ведь почему все-таки, я считаю, стало возможным. И это дорожно-транспортное такое серьезнейшее происшествие. Это вы видели записи видеорегистраторов, которые были вчера показаны. Все от того, что человек так себя ведет и вел на улицах. Правильно? И что бы там ни говорили, какие бы ни были результаты расследования дальнейшего, экспертиз и решения, ну, я вот, мое личное мнение, что, как водителя, значит, это спровоцировало автомашину, которая на огромной скорости и нарушении правил дорожного движения мчится, выходя по какой-либо причине, неважно по какой, может только предполагать и делать свои выводы уже каждому на встречную полосу движения. Но эта машина все-таки спровоцировала то, что произошло. Если бы обе машины двигались, как предписано, правил дорожного движения со скоростью не более 60 км в час в этом месте, тем более, значит, без употребления алкоголя, то вы сами понимаете, значит, мы бы сейчас эту тему вообще не обсуждали. Ну, это, знаете, как с законами. Законы хорошие, только вот соблюдать их не умеют. Так и с правилами дорожного движения. Да, правильно, правильно, правильно. То есть как добиться, чтобы наши граждане вот все-таки как-то изменили свое отношение к соблюдению правил, которые, правильно говорят, написаны кровью. Ведь каждый пункт правил дорожного движения написан кровью людей, которые погибли от их несоблюдения. Ну, вот есть одно предложение у нас по СМС от слушателей. Но пока мы выслушаем Александра Сахарных, заместителя прокурора Ленинского района города Кирова. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день, Александр. Да, говорим мы сегодня о том, что Игорь Насонову дали четыре, ну, можно сказать, с половиной года, да. Ваше отношение к этому все-таки, насколько мы понимаем, максимальный срок семь лет, чего, естественно, требовали и родственники, но дали вот такой срок, как можете оценить. Ну, да, действительно, максимальное наказание предусмотрено на санкции части 4 статьи 264 Уголовного кодекса. Именно та статья за совершение преступления, по которой обвинялся Насонов, она действительно предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Но вместе с тем здесь необходимо учесть, что я не буду сейчас уже подробно останавливаться, да, но по правилам назначения наказания, которое также предусмотрено Уголовным кодексом, максимальное наказание, которое могло быть назначено Насонову с учетом того, что он заявил ходатайство об особом порядке, а также с учетом того, что суд признал в его действиях одно из смягчающих обстоятельств, а именно наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей могло быть назначено максимальное наказание 4 года и 8 месяцев лишения свободы, чего и требовал, точнее просил, да, если будет правильно говорить, в суде, у суда наш государственный обвинитель. Но суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Поэтому вот здесь говорить о том, что максимальное наказание, которое могло быть назначено Насоновой в виде 7 лет лишения свободы, это немножко неверно. То есть, получается, 4 года 6 месяцев? Да, 4 года 6 месяцев. Колонии-поселения? Колонии-поселения, да. Ну что? Если мы будем, конечно же, говорить о том, соответствует ли данное наказание, да, размер наказания, его вид совершенного преступления и так далее, ну, здесь, наверное, это больше вопрос не права, а больше, наверное, вопрос уже философии, да, потому что все-таки судьи и другие юридические работники все-таки руководствуются на уровне действующего законодательства. Александр, но я так понимаю, что Насонов особо со следствием не сотрудничал? Да, действительно, сторона защиты ходатайствовала о том, чтобы суд учел в качестве одного из мягчающих обстоятельств активно способствования раскрытию расследования преступления. Вместе с тем, данное обстоятельство суд не учел в качестве смягчающего. Ну что, мы услышали? Ну, соответственно, и государственная объединитель возражала против учета данного обстоятельства к смягчающему. Таков закон. Спасибо, мы вас слышали, да. Александр Сахаренко был с нами на связи, заместитель прокурора Ленинского района города Кирова. Ну что, результат получается, 4 года и 6 месяцев колонии-поселения. Ну, говорить можно действительно много, но все это в рамках каких-то философских вопросов, но так или иначе по закону получается. Вот приговор таков. Еще раз, о чем мы говорили? 42-23-01. Это вариант ответа. Отучат водителей и садится пьяными за руль. Вот результат приговора Игоря Насонову. 42-23-02 никак не повлияет на статистику пьяных ДТП. И нам Ирина написала сообщение, о чем я и говорила. Срочно нужно ужесточать наказание за пьяную езду, иначе Насоновщина, в кавычках, будет продолжаться. Погибших на дорогах меньше не станет. Ну, то есть, по большому счету, это уже становится именем нарицательным. Ну, насолнечное. То есть, и тут дело даже не в самом приговоре. И каким образом научить, к примеру, водителей соблюдать правила дорожного движения и задумываться о том, что если даже у тебя... Если выпьешь даже эту пресловутую бутылку пива, да, это может повлечь за собой серьезные трагические последствия. То есть, вот у меня такое ощущение, что в России вот только такие случаи, когда Киров стал фигурировать в федеральных новостях исключительно по суткам ДТП. Только это может как-то изменить отношение к пьяной езде, к соблюдению правил дорожного движения. Вот сейчас, по вашему ощущению, стали люди как-то более серьезно относиться к этому на дорогах, к примеру, водителей. Как вы считаете? Игорь, мы с вами видим статистику. То есть, если вспомнить года два-три назад, таких, конечно, происшествий ужасных, которые у нас начиная с августа, да, посмотрите, сколько времени прошло, два месяца. Это у нас происшествие с Насоновым. Далее у нас и на тракте в аэропорт, вы знаете, смертельный исход плюс на авиатском районе. То есть, это где, я говорю, групповые такие погибшие есть. Не так давно, вот в сентябре у нас тут, у октября, такое серьезнейшее происшествие. То есть, какие-то два месяца и столько много происшествий. Я наверняка не все назвал, потому что у меня статистики нет перед глазами. То есть, говорить о том, как стали сейчас реагировать, ну, понимаете, вот мы начинаем про это говорить, и как вызов нам вот бросают такие водители, которым все наплевать, которые не боятся нарушить правду отбежения. То есть, это как-то их сознание неужели не может изменить? Нет, это и не изменить никакое сознание. Ну, представляете, вот, допустим, для какого-то нарушителя на дорогой красивой машине, у которой там только, значит, страховка, допустим, стоит там 1150-160 в год, и ему приходит за превышение скорости на его фирму штраф там 100, ну, пусть 500 рублей за превышение скорости. Он даже не знает про эти штрафы. У него бухгалтер просто отсылает, и денежки, значит, и все. Если раньше, как вы помните, была такая система в ГИБДД, что вот эти вот дырочки кололи на водительском удострении, и в итоге человек мог лишиться водительского удострения. Кстати, такая система, потеря пунктов, она и за рубежом есть. В частности, в Германии, я точно знаю, там, по-моему, 18 или 19 пунктов, и какое-то такое нарушение серьезное, ну, в плане превышения скорости, то пункты снимаются. И в итоге потом идет очень такая серьезная пересдача снова на водительское удострение, для получения водительского удострения, очень люди этого опасаются и стараются все-таки как-то себя держать в рамках. Как нам добиться, чтобы люди, наши с вами, вот, сограждане, наши граждане, наши товарищи, водители, относились к правилам дорожного движения, как кто эти правила предписывает, и это, конечно, вопрос очень сложный. Если бы мы с вами могли сейчас и здесь решить, в студии, это вопрос, ну, это замечательно было бы просто, да, все были бы герои. Но вот завтра, как пример, завтра в общественном палате у нас собирается рабочая группа по подготовке предложений, предложений, каким образом можно все-таки вот эту волну нарушений сбить, снизить, ну, до минимума. Здесь мы проводили уже круглый стол и с присутствием экспертов, с приглашением сотрудников ГИБДД очень много было высказанных отдельных предложений, сейчас нужно только нам все это вот как-то скомпоновать, обработать, и я надеюсь, что вот это послужит, может быть, каким-то толчком к принятию и новых, ну, пусть даже законов, может быть, даже новых законов, которые позволят нам готовить водителей так, чтобы они правила должного движения не нарушали. То есть это и какие-то, может быть, приметы дополнительные в школах водить, ведь этого нет в школе, то есть и, может быть, увеличить возраст получения водительского удострения, значит, не с 18, пусть 19-20 лет, чтобы человек уже все-таки более-менее был готов к тому, что берется такое... Ну, вот эту инициативу, мне кажется, вряд ли никто поддержит. Игорь, мы будем обсуждать, то есть завтра у нас в три часа будет рабочая группа собираться, и я слушателям предлагаю, если у кого-то есть какие-то такие предложения дельные вообще, вот как они считают возможным, что он уже сделает для того, чтобы нам волну этих происшествий, преступлений на дорогах сбить, то, пожалуйста, в общественную палату завтра с трех часов они могут и записаться, и подходить, и звонить, и предложения нам свои для работы рабочей группы давать. Я думаю, что все равно, ну, по крайней мере, мы не можем оставаться равнодушными, не можем так вот просто сидеть и обсуждать решение суда в итоге уже по совершенному преступлению. Мы с вами сегодня вот обсуждаем опять решение уже по совершенному преступлению. А как сделать, чтобы... Но на самом деле мы все-таки стараемся еще заниматься профилактикой. Да, ну как сделать, чтобы этого не было? Понимаете, вот после этого уже есть у нас совершенные какие-то такие серьезные ДТП. Это, конечно, очень-очень-очень сложный вопрос. Давайте вместе будем стараться его как-то решить. Вы знаете, что сейчас у нас уже инициативная группа дискеры образовалась неравнодушные граждане, которые, видя, что сложно с сотрудниками ГИБДД самим справиться, особенно в ночное время, вы по выявлению вот этих же нарушителей праводорожного движения, не только пьяных водителей, вообще нарушителей. Они образовались, будем говорить, такой ночной патруль, и уже был первый выезд, уже есть первые результаты. Эта работа будет продолжаться. Я почему так говорю, что это в основном, как говорится, члены полицейской ассоциации, это приятно все-таки, что такая инститива пошла от граждан. И совместно с ГИБДД такие рейды будут проводиться. То есть выходят, будем говорить, дружинники на автомобилях, которые среди регистраторов будут фиксировать нарушение правил дорожного движения. Вы говорили же уже об этом в эфире, я думаю, что сотрудников ГИБДД не хватает, потому что сейчас увеличится количество на дорогах сотрудников ГИБДД, которые будут тормозить. Я читал, кстати, такие ситуации возникают иногда, когда приходится преследовать некоторых нарушителей, и сами дружинники опасаются за то, что они могут что-нибудь нарушить. Ну, вот, Игорь, здесь очень правильный вопрос, мы вчера этот вопрос обсуждали, и разговаривали с ребятами, я их, конечно... То есть ты же все-таки не сотрудники ГИБДД, это не Рекомендовал, да, нарушать правила дорожного движения, конечно, никто не имеет права, только сотрудники ГИБДД может, если он преследует, совершать какие-то маневры, которые идут в разрез с ГИБДД, но это ему положено по закону, он может и должен это сделать, чтобы догнать там нарушителей. Что же касается вот этих таких инициативных групп, они, конечно, сами должны, прежде всего, соблюдать строго правила дорожного движения, это закон. То есть, ну, получится зафиксировать нарушителей, хорошо, не получилось, ребята, лучше в ИГБДД оставайтесь, потому что камерами все равно кто там видит, как гражданская машина... Ну, я надеюсь, инспектор предупреждает, чтобы особо... Конечно, конечно, это все идет только, это, Игорь, это не самодеятельность какая-то, это идет при полном взаимодействии с руниками ГИБДД, то есть здесь не может быть никаких самостоятельных действий. Ольга пишет, возмущена мякостью приговора, возвращаемся Макнасонову, столько бы стоило дать только за наезд на ребят, а за смерть Максима плюсом, как за умышленные убийства. Ну вот, да, о чем мы говорили. Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, это нужно квалифицировать как умышленные убийства. Тут даже вопросов, мне кажется, возникать никаких не может. И мои предположения о том, что необходимо даже привлекать, наверное, к ответственности тех людей, которые видят, что человек пьяным садится за руль. То есть и не предупредили этого. Есть еще смс-сообщение? Позже почитаем. 8-9-9-720-101-0. 708-502, номер прямого эфира. Да, звоните, пишите, не забывайте про также наше телефонное голосование. Номера сейчас я быстренько озвучу. Если вы считаете, что приговор Игоря Насонова 4 года, 6 месяцев, колонии, поселения, отучат водителей садиться пьяными за руль, набирайте 42-23-01. Если же с вашей точки зрения, что данный приговор никак не повлияет на статистику пьяных ДТП, 42-23-02. Этот номер для вас. Ну, хочется все-таки услышать ваши голоса. 708-502, пожалуйста, звоните. Ну, мне вот кажется, вот если я была по ту сторону радиоволн, я бы услышала вот эту новость, то есть 4 года, 6 месяцев. И опять такая апатия, то что, да, ну, закон, а что уже поделаешь, действительно, хоть сколько угодно вы можете об этом говорить. Вот действительно, мне хочется, чтобы слушатели, вообще мы граждане понимали, что мы как-то что-то повлиять можем. Вот даже завтра, да, общественная палата, во сколько в 3 часа, можно какие-то предложения, что-то, что-то. Можем, как-то, все-таки повлиять. Самые бредовые. Ну, чтобы хоть какие-то меры для того, чтобы... То, что мы можем как-то повлиять на то, что ДТП будет меньше, что пьяных людей, пьяных водителей за руль будет садиться меньше. Верно? Вот вы говорите. В школе, во-первых, образование, да, у нас действительно это не преподается. Не преподается. У нас приходит, насколько я знаю, там, сотрудник ГИБДД 1 сентября рассказывает про правила дорожного движения, и все. А ведь как учат? Как переходить улицу, правильно? Да, да, да. Точно так же должно быть, верно? Одна из мер, что еще? Ну, то есть, какие-то такие конструктивные, чтобы... Что еще? Ну, Света, завтра вот как раз мы для этого и собираемся. У вас какие мнения? Завтра. Ну, мнение у меня, прежде всего, конечно, нужно более серьезно подходить к подготовке водителей. Более серьезно. То есть, может быть, вести дополнительное изучение вот именно того, все-таки, и ответственности. А знаете, у нас тоже, да, перебью вас, была программа, и был как раз преподаватель из школы, где? А, автошкола. Да, автошкола, да. И я у него спрашиваю, а почему вот на уроках вы не показываете видеофильмы, да, фильмы с места происшествия? Почему вы не выезжаете на эти места происшествия? Потому что все-таки, чтобы водитель, он осознавал ответственности того, как-то вот сядет за руль, чтобы он реально увидел результат того, что может произойти. Я, подождите, я спрашиваю, почему это не происходит? На что мне преподаватель говорит? А зачем? Зачем? Автошкола не несет никакой ответственности. Мы отучили правила, там, все это рассказали, да, практические занятия. Зачем нам это надо? Вот и ответ. Вот ответ, да. Вот ответ, пожалуйста. Если же человек будет видеть, к чему может привести его несомнение, право нарушения, нарушения, ну, может быть, кого-то это остановит. Но вот если человек, пройдя этот курс обучения, уже зная четко, что и как он должен делать, как он должен ездить, что он ни в коем случае не имеет права делать, и совершает все-таки вот это нарушение, тогда ответственность должна быть самая максимальная. То есть мы, готовя человека и разъясняя ему, что он может совершить, нарушив вот эти правила, и если он, зная, что это такое, идет, получая от водительского удостоверения, полностью осознавая, на что он идет, какую ответственность огромную он себя берет, садясь за руль автомобиля, то есть это источник большей опасности, вы знаете, да? Если он совершает, получат, что он совершает все это осознанно. Давайте еще. За умышленное преступление у нас ответственность всегда. Слушатели у нас на линии, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Прямой эфир, представьтесь. А, Вячеслав, я вот уже, ну, больше 30 лет езжу, и вот читал журнал «За рулем», в некоторых странах там наказывают за пьянку большими штрафами, а и вешают, например, красно-цвета номера. То есть чтобы люди знали, да, что вот этот водитель... Да, когда каждый инспектор полиции тормозит и иди сдавай анализ на онкоголь, то есть сам не захочешь ездить, и на каждом углу тормозят. Как вы считаете, может прижиться в России такая мера? Да, запросто, я думаю, даже надо. Какие еще у вас есть предложения? Ну вот завтра будет в общественной палате обсуждаться как раз какие-то варианты, каким образом можно снизить количество ДТП в Кирове, в области. Ну, в принципе, можно снова вести за столом предупреждение за грубейшее нарушение, например, превышение скорости на 30 километров, прокол, три раза наружу в гол, права на стол. Правильно. За грубейшее нарушение, на красный свет проехал, там, под кирпич еще как-нибудь. Причем говорили. Три раза в год и все, как раньше было. Ну, еще... Раньше помягче было, там, ну, за более легкие нарушения наказывали, теперь за грубейшие. А такие нарушения, просто штраф можно. Смотрите, ну, все-таки сегодня мы обсуждаем приговор Игоря Насонова, по большей части. Как вы считаете, соповедлив он или нет? Да нет, можно, конечно, было побольше. Потому что все-таки убийство человека, ребятам-то, жить и жить. А сейчас одни инвалиды, а другой на кладбище. Как вы считаете, четыре года, шесть месяцев, вот сейчас вот другие водители услышат то, что Насонову дали столько, это как-то их остановит, не садиться пьяными за руль? Ну, это уже от человека зависит, если, как говорят, все по барабану, так он как ездил, так ездил. Вот его так вот экстренные меры какие-то более жестко наказать. Мы вас услышали, Вячеслав. Спасибо вам за звонок. 708-502, набирайте нас. Ну что, сейчас мы быстро. Мы сходим на рекламу. На рекламу быстро, да. Эй, куда? Реклама. Кафе Оазис. Вкусно, как в старые добрые времена. Готовим на артезианской воде. Приглашаем с 7 до 22 часов. Кафе Оазис. Гостиница правительства Кировской области. Герцена 49. Ваш организм чувствителен к изменениям погоды. Насколько безопасно солнечное излучение для вашего ребенка. Все это подскажут вам современные метеоприборы. Электронные термометры, барометры и метеостанции в широком ассортименте представлены в техцентре Венсис. Техцентр Венсис. Степана Халтурина, 87. Телефон 644-444. Оборудуйте квартиру собственной метеостанцией. Венсис. Новейшие технологии комфорта. ТАПАС, мой ларец ювелирных изделий. Жаркий рубин и небесный сапфир. На кольцах, браслетах, колье ожирение. Кана драгоценностей, сказочный мир. Ювелирная сеть ТАПАС. Лучшее для вас. Октобер-фест в Казимате. С 26 сентября по 14 октября. Заказ столиков по телефону 65 15 15. Казимат. Московская, 25. Огничение для лиц до 18 лет. Дорогие родители, новый детский сад Джига-Дрыга объявляет набор детей от года и трех месяцев. Джига-Дрыга. Сад для свободного роста. Молодой гвардии 96. Телефон 22 33 44. Где карта, Билли? Чтобы искать сокровища, нужна карта. Чтобы найти работу, нужен Headhunter. Headhunter. Хорошая работа, хорошая жизнь. HH.ru Телефон рекламной службы 70 80 90. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Гимной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. Говорим мы сегодня о том, что в суде Ленинского района был оглашен приговор Игоря Насонову, пьяному водителю Toyota, сбившему насмерть 15-летнего подростка, далее 4 года 6 месяцев колонии-поселения. Да, давай изучим все телефоны. Да, наши телефоны. Во-первых, у нас запущено телефонное голосование. Абсолютно бесплатно вы можете позвонить и отдать свой голос. Два варианта ответа. Ответ в приговор Игоря Насонову. Если с вашей точки зрения данный приговор отучит водителя садиться пьяными за руль, пожалуйста, набирайте... Может быть, давай все-таки не приговор, а вообще вся эта ситуация? Вся эта ситуация. С Игорем Насоновым. Да, 42... Приговор и резонанс. Да, 42-23-01. Набирайте этот номер для вас, если же с вашей точки зрения, что все это никак не повлияет на статистику пьяных ДТП. 42-23-02. На слушательной линии. Да, алло, здравствуйте. Алло, алло. Да, 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 здравствуйте. Да, представьтесь. Звать меня Николай. Ну, а слушаем. Я по такому вопросу хотел бы объяснить так. Если будут у нас выносить такие приговоры, то можно своих неприятелей просто давить на машинах. Надо тебе избавиться от человека, взял ее, задаю. То есть тебе дадут в поселение два года. Вот такое мнение. То есть и второе, значит, нужно бы побольше спрашивать с работников ГАИ. Это пустой трепорт, то, что, значит, закручивать гайки на водителей туда-сюда, а с ГАИ-шников, если спрашивать ничего не будут, все это пустые разговоры. А каким образом вы собираетесь спрашивать с ГАИ-шников, к примеру? Например, ужесточить их ответственность. Вот если сделали, значит, они начали спрашивать за ремни безопасности, пристегиваться. Сейчас реденький водитель не пристегивает, правильно? Если я еду, допустим, по Уржумскому району, останавливает меня пьяный ГАИ-шник, от него как от винной бочки прет, я обращаюсь в 9 часов вечера, в 10-й, обращаюсь в телефон доверия, там остатый ответчик. Ни ответа, никто мне ничего не прислал, хотя я все представился туда-сюда, как положено. Позвонил на другой день начальнику роты, ихней, ихней, Уржумской, и оказался я виноватый. А что им сказали-то? Он у них на передовой доске висит, вот такой. А, вот как. Может быть, обратиться куда-нибудь еще? Где он не висит, в почетной доске. Почему нет? Если почетный сотрудник, инспектор ГИБДД, появляется винной бочкой на службе, пьяные ездят, это стало быть от безнаказанности. От безнаказанности. Поняли вас, спасибо большое. Остановили, 5 тысяч, и дальше поехал. Правильно? Спасибо за ладок. 708-502. Ну вот на самом деле, такие приговоры, они способствуют к тому, что в принципе, ты понимаешь, что последствия для тебя могут быть, ну, минимальные. Но даже если что-то произойдет, ну, что делать, ну ладно, 4 года посижу я в этом поселении. Ну, не убудет, не прибудет от меня. То есть такие приговоры дают понять, что в крайнем случае, ну, наказание будет минимальное. Я Дмитрий, у нас есть смс, кировские водители, побойтесь Бога, не закона, а Бога. Пропускайте пешеходов, регулярно вижу картину, когда по пешеходному переходу идет школьник или школьники, а мимо проносится крутой джип водителю, там что сверху не видно ребенка. Ну, я не ребенок, но я только что переходила дорогу и тоже передо мной так принеслись, и даже никто не подумал остановиться. Ну, то есть, ну, это так вот в правилах. Еще так ты переходишь, две же полосы, одну перешел, и тебе не видно, там есть машина на второй полосе или нет, а она мчится даже, не смотрит, идет там кто-то пешеход, не идет. Хотя машина должна, водитель должен остановиться, увидев только человека, подошедшего пешеходным переходом. Естественно, да. Больше всего меня раздражают даже не переходы, а выезды из дворов. Меня постоянно там чуть не сбивают. То есть, когда на огромной скорости водители разгоняются уже, все, ты уже поехал. Особенно, когда ты на велосипеде находишься. Да. И становится тебе уже тяжело. У нас слушатели. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь. Юрий Михайлович. Ну, слушаю. Значит, по обсуждаемой теме скажу следующее. Во-первых, меры наказания к виновным должны быть, конечно, более жесткие. Завтра иду на похороны родственника, которого сбил автомобиль. Какие могут быть чувства и, так сказать, степень утраты для той семьи, которую обсудят, и тот, который потерял. Это же несравнимо. Поэтому меры должны быть жесткие. Это раз. Во-вторых, мы сегодня не только любую проблему решаем. Сегодня говорим о дорожно-транспортных происшествиях. У нас много вопросов в жизни, где совершаются трагедии, бедствия и так далее. Мы никогда не решим эти проблемы, пока не поднимем общую культуру общества. Культуру мышления, культуру поведения и так далее, о чем говорил покойный академик Лихачев, которого не слушали. Как вы считаете, каким образом это можно сделать? Вот. Поднимать надо общую культуру, но этот вопрос объемный, и в 2-3 минуты мы его не обсудим. Ну, мало того, что мы его не обсудим, методы, как это сделать? Это очень сложный процесс. Очень сложный процесс, и он начинается, наверное, с кормления ребенка грудным молоком, детские дошкольные учреждения, и пошло-поехало. У нас везде отсутствует культура. Мы дожили до того, что у нас дети примерно 12-летний возраст идут по улице с сигаретой во рту и нецензурно брони зарегают толпой и идут. Спасибо большое. Спасибо за звонок. 708-502 совсем мало времени остается. Но самое печальное, что по российскому менталитету хочется всего и сразу и сейчас. То есть, чтобы было хорошо, то нужно, чтобы это было в ближайшую неделю, ну, максимум месяц. А тут нам опять говорят об инициативах академиков, которые предлагают нам начинать сгрудных детей и, получается, мы никогда этого хорошего будущего и не увидим. Вот я, к примеру, получается, уже не увижу вежливых водителей на дороге. А мне не хочется в это верить. Слушатели у нас тем временем, Игорь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь. А вы только выключите приемник, потому что мы вы эхо слышим. Нина Николаевна, я просто... Нина Николаевна, спасибо, что позвонили. Очень большая просьба. Подойдите, пожалуйста, к приемнику и сделайте его потише. Да я сотового... Я сотового... Сотового... У меня сотового... А, ну, то есть связь такая. Ладно, хорошо, тогда давайте кратенько. Возмущена, очень возмущена. Мать потеряла сына, кормится. А Анасонову, знаете, у него двое детей, так ему надо послабление. Почему? Почему? Кто будет кормить мать? Мать потеряла сына. Вот надо, чтобы ему, чтобы он эту мать кормил до смерти, чтобы он платил, платил, вот ей были какие-то там типы алиментов до смерти. Он же садился за руль, он же пьяный был. Ведь суд же признал, что он был пьяный, он же нарушил. Вот это возмущение у меня, как у пенсионерки, как у матери, до беспредела. До беспредела. Мы вас услышали. Спасибо, звонок. Ну вот по этому поводу также, сейчас секунду я найду, исковое требование матери погибшего, Максима Натальи Березиной, суд удовлетворил, лишь частично уменьшив сумму в счет морального ущерба с взыскиваемых 10 миллионов рублей до 500 тысяч. Пояснение, такой ежемесячный доход на Сонова равен 25 тысячам рублей, а также в его собственности нет достаточного недвижимого имущества. Я так понимаю, что суд тут исходил не из величины морального ущерба, а исключительно от наличия в имуществе какого-либо дохода у Насонова, чтобы расплатиться. Да, ну по этому поводу мы хотели, конечно, поговорить с мамой Максимом Марковым, пока не удается нам дозвониться. Да, вот редактор показывает, что пока не получается. Мы еще набираем, может быть, еще и дозвонимся. Пока прервемся, да, у нас появилась Ольга Болезина. Новости. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Добрый день. В эфире новости. У микрофона Ольга Болезина. Без тепла остается несколько сотен домов в городе. На сегодняшний день подключено 3700 жилых домов, что составляет 93% от их общего количества. По данным Кировской теплоснабжающей компании, в некоторых домах существуют неполадки во внутренних инженерных сетях, поэтому, если батареи в квартире недостаточно горячие, необходимо обращаться в управляющую компанию. В настоящее время без тепла по разным причинам остается около 300 домов. По заверениям коммунальщиков, до конца этой недели тепло должно появиться везде. Общественная палата не будет влиять на выборы губернатора. Никита Белых ответил на высказание о том, что новый созыв палаты формировался для поддержки его как кандидата на место губернатора Кировской области. При всех шероховатостях, при всех проблемах, связанных с тем, что общественная палата институт не самый простой и не самый понятный для многих пользователей, причем как во власти, так и в среде общественности, я считаю, что общественная палата Кировской области первого созыва отработала хорошо. Для меня теперь не стоит вопрос о том, где проводить, организовать публичные слушания, общественные обсуждения. Даже если у нас мнения расходятся, мы понимаем друг друга, и если, скажем, у нас есть разные точки зрения, то мы пытаемся в конечном итоге найти компромисс и прийти к какому-то общему мнению. Поэтому общественной палате не стоит задачи поддерживать или не поддерживать кого-то из кандидатов в губернатор, тем более, когда речь идет о событии, которые будут происходить через два года в Кировской области. О том, что состав палаты формировался так, чтобы оказать поддержку Никите Белых во время губернаторских выборов, заявил главред «Вятской особой газеты Николай Голиков в эфире нашей радиостанции в минувшую пятницу. Этот вывод он сделал по итогам общения с представителями первой половины палаты нового созыва, назначенных губернатором». В машине с ворами ГИБДД нашли наркотики. Автомобиль «Шевроле Лачети», в котором находились подозреваемые в краже, сотрудники ДПС задержали накануне утром на улице Ленинградской. При досмотре в салоне иномарки было обнаружено несколько пакетиков с веществом растительного происхождения зеленого цвета. По данным ГИБДД области, водители двое пассажиров, все молодые люди в возрасте около 20 лет были переданы следственно-оперативной группе, после чего доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, водитель автомобиля будет проверен и на состояние алкогольного опьянения. К этому часу все, в студии работала Ольга Болезина. Дневный разворот в Кирове, Светлана Удельная, Игорь Рысев, Ольга Болезина все еще у нас в студии. Ольга, говорим... Не успела убежать. Не успела, да. Говорим мы сегодня про приговор на сону. С твоей точки зрения, это как-то... Вся эта ситуация остановит в дальнейшем водители садиться пьяными за рули. На самом деле, наверное, урок из этого могут извлечь только те, кто... Люди, которые находятся в трезвом состоянии, а пьяному, как известно, море по колено и там... Ну, пьяные же не всегда пьяные, правильно? Иногда они презвеют. Ну, естественно, но когда они пьяные, они же, наверное, немножко по-другому мыслят. Я вот сколько не спрашивала знакомых, почему люди садятся пьяными за рули, нет какого-то ответа. Вот, видимо, это снесённая голова алкоголем. Там уже наплевать, сколько лет ты получишь, а вдруг не получишь, вдруг ничего не будет. А вдруг ничего не будет, а вот эта авось принесёт, вот, а что это... Ну, на ках же стоючего там рули. Да, я же... Мы же всё же можем в любом состоянии. Это же менталитет. То есть нужны какие-то другие меры, допустим, машина, которая не едет, когда ты пьяный. Ну, найду другие методы, как заводить. Это же можно, да, попросить кого-нибудь. Подыши кто-нибудь в прибор. Подыши, да, в прибор. Всё время ходить с трезвым другом. Давайте мы ещё поголосуем. В следующем части мы объявим результаты голосования, пока они очень интересные. 42-23-01. Ситуация Игоря Уна... С приговором Игоря Насоновой и с резонансом о ДТП отучат водителей садиться пьяными за руль. 42-23-01. И 42-23-02 никак не повлияет на статистику пьяных ДТП. Голосуйте. Да, сейчас мы уйдём на тематические программы, вернёмся ещё с этой темой. Так что не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok